Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков, кандидат медицинских наук. У нас сегодня вопрос о слоях кожи. В каком слое кожи должен лежать пигмент, как он меняется, если он лежит в каждом из слоев. Я сейчас утрирую, самый поверхностный какой-нибудь из самых глубоких, где он не должен быть. И когда на большой глубине лежит пигмент, он чаще всего подплывает и меняет оттенок. И что с ним случается после воздействия лазером? То есть он поднимается выше, меняет валентность, это мы уже поняли. Что с ним будет? Он пойдет через лимфу уходить или поднимется? В целом кожа состоит из трех основных слоев – это эпидермис, дерма и подконжировая клетчатка. Нас в данном случае интересуют эпидермис и дерма. В эпидермис – это поверхностный слой, есть ряд подслоев. В слой есть еще ряд слоев. Первый – это базальный слой, это клетки, для которой постоянно делятся. И дальше пошли клетки слоев шпаватый, зернистый, блестящий, роговой. Блестящий слой есть только на ладонях и подошвах. На остальной коже у нас четыре основных слоя. Далее дерма идет, которая подразделяется на два таких подслоя. Это папиллярный слой дерма, он более поверхностный, менее плотный и сетчатый слой дерма. В итоге для того, чтобы пигмент остался в коже, он должен попасть ниже эпидермиса, то есть ниже базального слоя клеток. Потому что если он остается выше, он остается, когда у нас эпидермис прокрашивается, то в течение 28-30 дней происходит полное практически обновление эпидермального слоя и с этим связано побледнение перманентного макияжа и коррекции через 28 дней. Мы через 28 дней видим уже то, что осталось ниже, чем базальный слой. Уходит весь прокрашенный эпидермис и мы видим то, что осталось именно в дерме. То есть то, что попадает в дерму, есть такая формулировка хорошая, то, что попадает в дерму, остается там навсегда. Оно изменяется, оно как-то там под воздействием ультрафиолета и так далее, метаболических процессов различных. Оно изменяется, плывет, там меняет цвет, выгорает и так далее, но в целом какие-то частицы остаются все равно практически навсегда. И в целом понятие, что пигмент лежит прямо четко в каком-то слое, оно весьма, я бы сказал, наверное, ошибочное заблуждение, да. То есть все равно пигмент лежит, если увеличить хорошенечко даже там татуировку или перманент, он лежит прямо фрагментами, кусками на разной глубине. И максимально качественно получается, когда ну более-менее равномерно попадает. Но в целом, что это один слой, нельзя сказать, он лежит и частично в папиллярном, и всетчатом, и вокруг сосудов скапливается, и то есть там целые в общем-то конгломераты его лежат, но на расстоянии на каком-то, когда мы не увеличиваем там как-то во много сотен раз, воспринимается как единое, ну какое-то в общем-то, да, цветовое решение. Равномерно прокрашенный, там перманентный макияж. Поэтому сказать, что он как-то вот в каком-то слое, как пирожок слоем, не получится. А вот этот самый слой, в котором меняет цвет, то есть это подкожно-жировая… Чем глубже, нет, просто чем глубже происходит попадание пигмента, тем больше над ним идет слой прозрачных, прозрачный слой клеток. Ну относительно, да, потому что эпидермис прокрашен меланином, есть сосудистое сплетение, которое тоже, в общем-то, как бы добавляет красноватый оттенок. Ну вот что случается с пигментом, когда он на большой глубине… Чем глубже лежит пигмент, тем, в принципе, относительно сложнее его убрать. Сложнее убрать почему? Потому что при прохождении лазерного луча, то есть как мы воспринимаем свет, да, то есть он как бы изменяется, происходит преломление и так далее, то есть мы видим другой оттенок цвета, так и при проникновении в глубь лежащие слои происходят отражение, рассеивание, поглощение и, собственно говоря, энергия лазерного пучка падает при прохождении в более глубокие слои кожи, поэтому, если, допустим, татуировка находится, там, и татуаж вплоть до подконжировой клетчатки, то это будет сложнее, чем если он лежит более поверхностью. Поэтому относительно свежий татуаж, новый татуаж, он удаляется немножко легче, чем, например, в 15-летней давности. Почему? Потому что пигмент постепенно все равно немножечко погружается в глубь дерму. А, то есть он как бы проваливается получается? По сути, ну как проваливается. Не то чтобы поднимается, да? Со временем просто происходит… В чем суть? В дерму мы, допустим, положили пигмент как-то аккуратненько в верхних слоях, но дерма постоянно изменяется, то есть постоянно происходит распад, синтез коллагена, замена волокон и постепенно, не надо сказать даже, что он глубже идет, он вот в целом перемещается, то есть почему плывут на те же самые волоски, например, там, да, там, все равно со временем. В татуировках, например, какие-то там ажурные, там, какие-то кружева, там, что-то еще, они со временем все равно там расплываются куда-то там все это и так далее. Это связано с тем, что постоянно идет синтез, распад всех компонентов дермы, и этот пигмент просто перемещается. Прошел луч сквозь кожу, так и он достиг, частица пигмента, она что? Взорвалась. Взорвалась, грубо говоря, и частицы пошли вверх, какие-то нет, что с ним сейчас? Никуда, нет, потому что зачем куда-то идти, вообще абсолютно смысла нет, никуда идти. Крупные гранулы пигмента, которые наши иммунные клетки не могут поглотить в целом, они под воздействием вспышки лазера, благодаря как бы особенностям лазерной системы этой, да, они просто называются фотокавитационный эффект, то есть происходит измельчение пигмента, то есть он как будто взрывается, и как осколки, там, условно, от ручной гранаты, разлетаются во все стороны, мельчайшие, разного размера фрагменты этих пигментов. И наиболее мелкие эти фрагменты подвергаются атаке клеток иммунной системы, фагоцитов, в общем, то есть они приходят, пожирают. Дробить, 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 пока я все не сошел, фагоциты. Фагоциты наши друзья, да? Я замечала, знаешь, что мне присылали работы, когда довольно старая стрелка, довольно вот прям такая синюшная, древняя вообще, после удаления лазером потеки дает. То есть это оно, да, чтобы там в тканях расходится. Бывает, и не только на стрелках чаще все-таки, но бывает, например, и после татуажа, иногда бровей, бывает там легкое такое-то. Сразу после это понятно? То есть стрелка, которая много? Немного. А, после удаления. Даже на туровках бывает после лазерного удаления. Но это чаще возникает в тех ситуациях, почему на веках чаще это видно, когда лазером удаляют, бывают там дополнительные потеки какие-то. Потому что кожа тонкая, тонкая травматизация идет кровеносных сосудов все-таки. Синички при удалении татуажа век гораздо более вероятны. И в итоге получается так, что вместе с током крови, с током лимфы при каком-то там длительном воспалении отеки происходит небольшая миграция. Появляется эта дымка, она удаляется. Но в целом, да, это не страшно, потому что будут следовать следующие процедуры удаления, и это все тоже уберется, в общем-то. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы под видео, мы на них ответим. Это был Виталий Микрюков. Всем пока. Смотрите наши следующие ролики.